Жизнь без бумаги невозможна для современного человека. На ней мы пишем, рисуем, делаем чертежи и схемы. Бумага используется для письма, графических работ, создания художественных и бытовых изделий. Но больше всего бумага нужна для печатания книг, газет, журналов. Датой рождения бумаги считается 105 год до нашей эры, когда советник китайского императора Цай Лунь обобщил и усовершенствовал уже имеющиеся способы изготовления бумагоподобных материалов. Ранее в Китае в качестве материалов для письма в основном использовали бамбук, пеньку, шелк. Итак, давайте разберемся в процессе производства бумаги. Производство бумаги начинается с доставки необходимого сырья, бревен. Доставка осуществляется разными способами, как вариант спуск по реке непосредственно к заводу по производству бумаги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Древесина направляется в барабан для снития коры. Кора снимается путем трения в специальном барабане. Затем древесина промывается от остатков пыли и грязи. По конвейеру направляется в измельчительную машину, где и измельчается в щепу. Продолжение следует... Процесс варки целлюлозы происходит непосредственно на варочном участке. Сначала она подается в бункер, где и обрабатывается паром, а затем соединяется с варочным щелоком и поступает в варочный котел. Его высота 50 метров. Продолжение следует... Продолжение следует... После варки масса направляется в размывоч-подготовительный отдел, после чего подается в ситочный отдел. На ситочном столе отбирается большая часть воды. Далее происходит механическое обезвоживание, где воду выжимают специальными валами. Далее полотно поступает в сушильную часть, где змейкой проходит через множество крутящихся цилиндров нагретых паром. После прохождения всех этапов бумага наматывается на специальный вал, который в дальнейшем направляется на нарезку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...